Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания, с Вами ведущий Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Иван Звягин, медиссужба штата нацсопротивления. Здравствуйте. Добрый день. Вот в начале ноября Вы посетили границу с оккупированным Крымом, наблюдали там за гражданской блокадой полуострова. Я так понимаю, что Вы туда попали не просто как турист, посмотреть, что там происходит. А вообще, как Вы там оказались? Обычно Вас на Востоке, да, это мы знаем, а вот в Крыму как? Почти в Крыму. Я был и там, и там. Туда я поехал, потому что надо было доставить медикаменты на наши крайние блокпосты, которые там раскиданы. И поехал проведать наших медиков, передать помощь. Ну и хотел тоже убедиться, насколько осуществляется вот эта блокада, о которой все говорят, о которой все пишут. Как Ваши впечатления? Ну, в самом деле, я то, те все места, которые объезжал, то есть есть только движение или пешеходное, или легковых автомобилей, машины досматриваются. То есть никаких фург, грузовичков и даже бусиков я там не увидел. И в самом деле все оставлено только несколько этих. Нет, где возможно передвижение, там есть и таможенники, и пограничники, и представители и правового сектора, и других добровольческих батальонов. То есть такой коридор контроля идет, и я не думаю, что что-то может туда пройти, проскочить. Ну вот, я не знаю, общались ли Вы там с теми гражданами, которые просто пересекают границу. Ну, такая нужда, не нужда, а такая необходимость. Вот мы видели, что были эпизоды, которые не очень красили блокаду. Ну вот, когда там изымались личного багажа, там несколько бутылок спиртного, которые люди купили за границей и разбивались демонстративно. При этом это подавалось все как большая пиар-акция, да, самой блокады, или там еще какие-то аналогичные. Я думаю, что это только вредит, такие пиар-акции, и это… Но вот настроение вот именно людей какое там? Вот не те, кто блокаду строит, они стоят на своем… Я понимаю, о чем Вы говорите. Естественно, людям не нравится, потому что, во-первых, существуют очереди, в которых надо стоять, потому что, во-вторых, никому неприятно, когда, да, роются в каких-то личных вещах, что-то там заставляют открыть, показать. И не нравится, но я считаю, что это мера необходимая. Хотя, опять же, это не должно доходить до какого-то абсурда, когда там изымаются там две три палки копченой колбасы, хотя видно, что едет семья, или вот тоже пример, который Вы проводите. И чтобы я все-таки оставил допуск у этой медикаменты, потому что, опять же, те же диабетики нуждаются в инсулине, есть дети, которые нуждаются в медикаментах, и все-таки вот эти вещи я допускал. Вы говорили вот эти мысли, да, что вот, наверное, медикаменты все же стоит пускать, и фуры с медикаментами, да, проверять их, чтобы это, правда, были медикаменты. И как, общались ли Вы на эту тему с теми, кто устраивает блокаду, и какое их мнение насчет Вашей идеи, по крайней мере? Ну, Вы знаете, я этой позиции придерживался и относительно, когда это был Донецк, туда мы старались также медикаменты передавать, особенно для детей и для людей, которые жизненно зависят от медикаментов. И Вы знаете, те военные, с которыми я разговаривал, и пограничники, в принципе, они считают точно так же, потому что основная масса людей – это, ну, нормальные, адекватные люди, у которых также есть семьи, есть пожилые родители-пенсионеры, у кого-то есть маленькие дети, которые болеют и стараются с пониманием. Ну, ведь и есть люди, которые там критические. Думают иначе, да. Хорошо, про Чонгар мы с Вами поговорили. Вот Вы, как сами сказали, Вы были не только на границе с оккупированным Крымом, но и на фронте, то есть на востоке нашей страны. Вот Вы часто туда ездите, да, и встречаетесь там с мужчинами, женщинами, благодаря которыми, в принципе, шены в мэру Украины. Вот я хотел бы, чтобы Вы рассказали о некоторых из них. Я вот, именно вот, я посмотрел отчет Вашей последней поездки, которую Вы ведете часто в Фейсбук, и там я остановился на некоторых персонажах, да, которых Вы сами подчеркнули. Вот, например, есть такой Любченко Андрей Андреевич, его позывной немец. Да, вот можете рассказать про этого человека? Ну, замечательный парень, хирург, высокой очень квалификации. Сам он родом с Бердищева. Более шести лет он проработал в Бердищевской городской больнице как детский хирург, то есть спасал маленьких детей. У него самого, в маленьких деток, если я не ошибаюсь, по-моему, два годика и девять. Ну, когда начали вот эти события происходить, он, не раздумывая, пошел в медицинский рот, это 53-й батальон, и уже почти год находится в зоне АТО. То есть человек, который и под обстрелами был, и раненых вытягивал, ну, естественно, спасал жизни наших бойцов. А позывной немец, потому что отец у него немец, а мать украинка и так что-то прицепилась. Отец немец с фамилией Любченко? Да. Интересно. Ой, ну да. Да. Ну, очень-очень хороший, добрый парень, и, на самом деле, высокий профессионал. Вот, бывая на фронте, вы встречаете не только интересных людей, но и интересные, это же уникальные артефакты. Вот то, что вы встретили, то есть нашли на фронте у правого сектора пулемет, это же пулемет «Максим». Ну, этот как раз не у правого сектора, это у ВСУ. А у ВСУ тоже? Я думаю, что только у правого сектора. Первый раз я такой пулемет «Максим» встретил, в самом деле, у правого сектора. Это было в районе Донецкого аэропорта, так называемая, позиция неба. Это огромная вышка, вот это вид с нее, и вот справа это пулемет «Максим» прикрытый. И уникальность этого оружия то, что последний экземпляр был выпущен в 1946-м, а этот у нас с 1944-го года, то есть в Великой Отечественной войне. То есть ему 71-го? Да. То есть и… Стреляет? Стреляет. Ну, вот эта винтовка тоже времен Великой Отечественной войны, это противотанковая, однозарядная винтовка, это тоже на позиции не было, было правого сектора. И так такое оружие попадается, оно используется, и, в принципе, пулемет довольно эффективный. Опять же, там есть и современное очень оружие. Да, просто, знаете, я вот чего удивился, вот если у прав… Ну, поскольку правый сектор, мы знаем, что часто они добывают оружие с боем. Ну, то есть, что смогли, то теми воюют. Первое оружие, которое у них появилось, это было оружие в районе Донецкого аэропорта, которое отбивали там с голыми руками или где-то на поле боя они находили. Но вот это, вы говорите, это уже у вооруженных сил Украины, тоже Максим? Да. Как такое может быть? Это они стояли на складах в масле долгие-долгие годы, ждали своего часа. И сейчас в Италии вот такое встречается, но опять же поступают и очень современные вещи. Ну, вы просто понимаете, сейчас с фронта поступают такие тревожные сообщения, и не хотелось бы, да, ну, как-то людей в панику какую-то, что вот мы будем отбиваться Максимами, да? Нет, на самом деле у нас есть чем отбиваться, и я могу с уверенностью сказать, что наша армия за последний год очень сильно дала вперед и развивается, и каждый день она модернизируется, становится более сильной, потому что постоянно идут тренировки, и все понимают, что сейчас от этого зависит жизнь, и даже вот эти вроде дни перемирия они стараются максимально использовать для совершенства. Еще одного персонажа, еще одного человека, которого вы подметили, это позывной Петрович. Петрович – это уникальный человек, это десантно-штурмовая бригада, опять же, он оставил дома бизнес, у него несколько магазинов, бердичевая, и пошел на войну в десантники, хотя мог спокойно не идти, попросился, и, ну, это человек, у которого идеальный всегда порядок во всем, если, там, Петровичу сказать, что там надо какая-то канавка, чтобы там пехота не прошла, то можно с уверенностью сказать, что там будет яма, в которой несколько танков в высоту вместятся, и это уникальное место, в котором нет рядом ничего живого, никаких населенных пунктов, а у него там созданы все условия, включая там и стиральная машинка, и телевизоры. – А электричество, но электрогенераторы, да? – Генераторы, всегда чистота, всегда вкусно, приезжаешь, кажется, что такая дыра, где ничего не будет, а там будет и свежий хлеб, и будет вкусный обед. – Но это заслуга самого Петровича, я так понимаю, потому что… – Петровича и то, что человек умеет, как командир позиции, мотивировать бойцов, то есть всегда-всегда порядок, никогда никого там запахом алкоголя не увидишь, и когда я там был, в последний раз они уже там делали такой деревянный трезубец, чтобы поставить, чтобы… там прямая видимость с российскими военными, и они, что вот у нас будет такой знак. – Чтобы они знали, да? – Да. – Ну вот скажите, пожалуйста, да, вот у Петровича все в порядке, да, идеально чисто, как вы говорите, и даже свежий хлеб. – К сожалению, то, что вот мы слышим, что это… к сожалению, это не норма. Если… ну вот если так вот в процентном соотношении, сколько таких положительных примеров вы наблюдали, да, за все это время, да, особенно за последний период, и сколько, наоборот, таких примеров, которых… – Ну, вы же понимаете, что армия – это даст средства нашего общества, и, естественно, в армию может попасться и алкоголик встретиться, ну, это не бывает такого идеального, может и неряха встретиться, но, опять же, большая часть людей – это патриоты, это нормальные, адекватные люди, и люди, которые нас там для того, чтобы мы жили и могли по Киеву спокойно ходить. – Ну да. И задавать эти вопросы в том числе. Вот еще один человек, которого вы подметили, это позывной Батя, да, вот расскажите про него. – Ну, Баба Батя – это настоящий герой, это человек, ну, человек-легенда, можно сказать, потому что у него было три или четыре контузии, он был в страшнейших боях, прошел две ротации в аэропорту, причем на вторую ротацию можно, это было такое, как добровольное. То есть он мог отказаться, потому что полноценно уже отбыл, но он все-таки туда пошел второй раз, и человек, которого безумно уважают, любят ребята… – Если можно остановить на этой фотографии. – Был в плену. Начинал он, как волонтер, возил к Кировоградскому третьему полку спецназа разные вещи, в том числе бронежилеты, и попал в плен. Его держали в подвале здания Донецкого СБУ, пытали, били, но все-таки удалось его обменять на ДНРовцев, и как только его из плена вытащили, он сразу пошел добровольцами, попросился на передовую, в десант, и я думаю, что многие из тех пожалели, что… – Что они, да, его взяли в плен, так был бы волонтером. А кем был батя в мирную жизнь, в мирное время? – К сожалению, я этого… – Вы не знали? – Не знаю, но человек очень скромный, при том, что это такое-то… После этого, ну, сделанного ему заметку, и звонили там на радио, приглашали еще, я ему позвонил, он сказал, что он не пойдет, и… Ну, очень хороший, порядочный человек. – Вы говорили, что еще это не все, о ком вы бы хотели рассказать, не все, не всех фотографий вы выложили в Фейсбук, вот еще о ком вы хотели бы рассказать из… – Ну, вот сейчас я встретил, вот это одна из наших крайних позиций, и вот это автомобиль так называемой скорой помощи, который единственный в этом районе имеет право доступа забирать раненых злок по столу. Автомобиль, видите, абсолютно непригодный, это даже не носилки, это такая красная маленькая сидушка, и рядом дежурит два автомобиля волонтеров, один автомобиль, вот этот, чем он оборудован, это бинты, советские перевязочные пакеты 30-летней давности, и справляются они только вот за счет, что дежурят два автомобиля волонтеров, один из автомобилей управляет батюшка Капеллан, который закончил курсы тактической медицины, он ездит на автомобиле, которые передали львовские волонтеры, тут тоже батюшка из Нежина оставил дома двое детей, закончил курсы, причем он не один, их по линии фронта много, называют его ребята «Отче», и вот… Это и есть Капеллан? Да, «Отче», да. И он проводит, он оборудовал там в комнатке небольшую, как циркушечку или каплычку, к нему приходят ребята причащаться, видите, у него ошибка тактическая медицина, и в то же время он вывозит и раненых, вывозило и, к сожалению, двухсотых наших, вот эта каплычка, и вот таким методом справляется в этом районе. Вторая машина, которая там дежурит, это, к сожалению, нету и фотографий, так называемого, Ильи Лысенко Хатабыча, тут тоже дежурит экипаж добровольцев, два человека, которые, ну, бесплатно там находятся и вывозят раненых, поэтому… Вот смотрите, по поводу вывоза раненых, я хотел бы вам задать вопрос, который… то есть, передрисовать вам вопрос, который вам хотят задать, все, что сложно. У нас есть партнер, вон обозреватель, издание обозреватель, вот читатели издания обозреватель хотят вам задать вопрос именно по поводу вывоза раненых, вот так звучит. Вот, Иван, известно, что вам лично приходилось несколько раз вывозить раненых бойцов с передовой, в частности, зимой вы эвакуировали раненых ребят с района Донецкого аэропорта. Прошел уже почти год, а проблема эвакуации остается одной из самых сложных. Чего, на ваш взгляд, не хватает военному руководству, чтобы довести эвакуацию до ума? Ну, военному руководству это жуткая бюрократическая машина, неповоротливая, которая привыкла почему-то у нас в министерстве обороны, когда не спросить, они всегда скажут, все всем обеспечены, все всегда у них хорошо, и почему-то они вот так привыкли еще с времен Советского Союза, что нельзя признаться, что где-то у нас чего-то не хватает. И они рапортуют, что 100-200 машин расконсервировали, что вот они пошли, но эти машины малопригодные, там за эти годы уже поусыхали все прокладочки, резина на колесах рассыпается. Чтобы закупить новые автомобили надо огромные волокиты, там тендерные процедуры, то есть процедура, которая делается не за неделю, не за месяц, а чуть ли не года. И поэтому пока все-таки вот основная часть вывоза раненых это волонтерские автомобили, которые передали, покупаются бывшие скорые помощи где-то за границей, 10-летние, 15-летние передаются, ремонтируются и вот осуществляется за счет них. Вот смотрите, еще один вопрос, у нас немного времени осталось, который я хочу вам задать. Это касается волонтерства и политика. Вот очень часто, да, слышу, почему волонтеры не объединяются в партию или почему им бы не пойти в политику волонтерам. Вот есть много за и против, да, у нас нет времени посмотреть сюжет, но вот в сюжете, например, там спрашивали волонтеров, один пошел таки в политику, вот участвовал на местных выборах, другой говорит, что я не могу пойти в политику, потому что потом те, кому я буду обращаться, будут видеть в этом подоплеку, опять-таки политическую. Вы наверняка знаете о том, что произошло с фондом обороны страны, да? Да, ну вот один великий волонтер слева. Да, да, Геннадий Корбан. Но что вообще вы думаете по поводу всего этого, что произошло? То есть это или Корбан себе взял те заслуги, которые, в принципе, не его, потому что, в принципе, пострадали и волонтеры от этого, да, которые участвовали в этом фонде. Ну, если конкретно этот случай рассматривать, то, во-первых, да, мы можем начать с того же знака, который там, укроп. Я знаю огромное количество ребят, которые за вот этот шеврон были готовы умереть, и огромное количество ребят за этот шеврон погибло. И то, что когда произошел вот этот захват, они себе присвоили. И я так понимаю, что весь жизненный путь этого товарища построен на рейдерских захватах, на каких-то этих. И вы знаете, я не вижу никакой огромной заслуги, что если захватывалось предприятие, какие-то там десятки миллионов, сотни миллионов как-то приватизировалось за бесценок, и потом с этой массы какую-то кроху они пустили на благотворительность, то я не вижу в этом огромного плюса. Те волонтеры, которые пошли в политику, если они сделали это искренне, если они верят, что они могут что-то изменить, а не для того, чтобы себе там какие-то получить блага материальные, там, квартиры, взятки. Это для чистого сердца. Я их только поддерживаю и желаю им огромной удачи. Ну вот я вот просто общался с разными волонтерами, с Натальей Воронковой в том числе. Вот есть какая-то некая такая разрозненность среди волонтеров. Это нормально, потому что люди все разные. С другой стороны, что вас объединяет? Вас объединяет, во-первых, способность решать те проблемы, которые государство оказалось неспособно решать. А во-вторых, ну я не знаю, некая какая-то такая вот готовность пожертвовать собой, да, ради достижения цели, которая касается всех. Но тем не менее, вот я опять-таки задам вопрос, почему вы не можете объединиться в одну партию? Ведь партия это тоже, это как бы сбор мнений, это собрание как бы разных интересов, но которые видят одну цель, и они договорились идти вот одной дорогой вместе. Ну вы знаете, да, даже в семье, да, есть там мама, папа, бабушка, дедушка, и собраться где-то в квартире и жить какой-то промежуток времени, бывают какие-то разногласия, а тут разные люди, каждый видит свое какое-то видение на весь этот процесс. Было много попыток на самом деле, причем с первых дней они предпринимались и объединиться, и партии, но все-таки почувствовали, что эффективнее и получается лучше, когда вот у тебя получается хорошо там медициной заниматься, или там какие-то бронещитки, ты берешь на себя этот сектор, им занимаешься, и никто тебе, тобой не командует, ты никем не командуешь. То есть так более эффективно получается. То есть каждый должен заниматься своим. Другое дело, что просто, ну, не хотелось бы, чтобы ваши усилия потом нивелировались усилиями в кавычках других бюрократов. Вы знаете, все нормальные волонтеры, в принципе, в Украине сейчас друг друга знают, мы общаемся и по телефону, и через фейсбук, и стараемся друг друга выручать, а то, чтобы мы не объединились там, да, под какой-то одной табличкой, это, я считаю, не настолько важно. Важно, что в трудную минуту мы готовы прийти друг другу на помощь, ну, и нашим бойцам, естественно. Благодарю вас, Иван Звягин, за эту беседу. Я вас благодарю, что вы поднимаете эти темы. Ну, это моя профессия, по-другому никак. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»